МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ФСБ России официально объявило о закрытии уголовного дела по факту попытки вооруженного мятежа в России 23 и 24 июня. Евгений Пригожин сделал первое заявление после прекращения так называемого марша справедливости, объяснив причины своих действий. Международная реакция на события в России в конце прошлой недели. Также сегодня. Я участвовал в каждом этапе тестирования. Я оценил риски. Я их очень хорошо понимал. И это были риски, на которые я был готов пойти. Я никогда не взял бы с собой кого-то еще, чтобы подвергнуть его такому же риску. По факту гибели глубоководного батискафа «Титан» в Северной Атлантике может быть возбуждено уголовное дело. Сегодня днем Россия подвергла обстрелу город Кременчук в Полтавской области Украины. Напомню, что ровно год назад в результате обстрела крылатыми ракетами торгового центра в Кременчуге погибли по меньшей мере 19 человек. Сегодня же российский ракетный удар был нанесен по суммам. Если вчера появлялись сообщения, что владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин все еще находится под следствием по делу о попытке вооруженного мятежа, то сегодня ФСБ России официально объявило о закрытии этого дела. В ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники прекратили действия, направленные на совершение мятежа, говорится в сообщении ФСБ. И это при том, что даже Владимир Путин признал в своем очередном обращении, что вагнеровцами в ходе попытки мятежа были убиты российские военные пилоты. Обращение было анонсировано пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым как судьбоносное. Тем не менее, каких-либо программных заявлений Путин не делал. Вот короткий фрагмент этого обращения. Организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода, братоубийства, хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга. Праведный гнев Владимира Путина вообще плохо сочетается с закрытием уголовного дела об организации так называемого мятежа. Для объяснения поведения Кремля прибегнул к испытанному способу, приведу мнение российского пропагандиста. Как и вчера, мне в этом поможет главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. Просто человек психанул про конфликт Пригожина с Шойгу, с руководством Минобороны. Мы все знаем давно. Тоже мне секрет Полишинеля. Сейчас, когда американская разведка так смешно пишет, что они знали, они предупреждали, что существует конфликт. Слушайте, для того, чтобы это знать и предупреждать, достаточно просто иметь телеграмм. И вообще, если ты имеешь смартфон, это надо было умудриться этого не знать. Потому что он сам об этом писал, Пригожин. Не припомню, чтобы Шойгу ему отвечал публично, но Пригожин писал об этом бесконечно. И на аудио наговаривал, и какие только слова мы не слышали в адрес Шойгу. Перечислялись причины. Но боеприпасы... Вся страна об этом знала. Я выходила на улицу просто в парикмахерскую, в кафе, я не знаю, к зубному, еще куда-то. Люди подходили на улицу. Ну что, ну объясните нам, почему Пригожину не дают боеприпасы? Потом, ну нельзя сказать, чтобы страна-то вся остальная, особенно после мобилизации, была влюблена в руководство Минобороны. Правда же? Давайте называть вещи своими именами. Психанул? Мог психануть. Мог психануть. Это была главный редактор российского государственного телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. Говорил Путин в своем обращении о дальнейшей судьбе сотрудников ЧВК «Вагнер». Он предложил им подписать контракт с Министерством обороны или вернуться к гражданской жизни. Интересно, что президент России опять употребил словосочетание «Уйти в Белоруссию», как будто вагнеровцам нужно добираться в Беларусь через белорусские леса или топи. Но давайте послушаем еще один фрагмент путинского обращения. Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами. Либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Сегодня Владимир Путин обратился с крыльца грановитой палаты в Кремле к силовикам, согласно официальной версии, подавлявшим так называемый мятеж и предотвратившим гражданскую войну. На крыльце рядом с Путиным стоял министр обороны Сергей Шойгу, хранящий, правда, все эти дни полное молчание. Ну а Евгений Пригожин таки ушел, видимо, в Беларусь. Самолет, которым он обычно пользуется, приземлился в аэропорту рядом с Минском. Где сейчас находится Пригожин точно неизвестно, но вчера поздно вечером он впервые с вечера 24 июня опубликовал в социальных сетях свое заявление. Пригожина проверк звучащие из Москвы оптимистические заявления о том, что сотрудники ЧВК «Вагнер» массово подписывают контракты с Министерством обороны. Никто не согласился подписывать контракт с Министерством обороны, поскольку все прекрасно знают из текущей обстановки своего опыта во время СВО, что это приведет к полной потере боеспособности. Опытные бойцы, опытные командиры просто будут размазаны и пойдут фактически на мясо, где не смогут использовать свой боевой потенциал и боевой опыт. Те бойцы, которые решили, что они готовы перейти в Министерство обороны, перешли. Но это минимальное количество, исчисляемое процентом-двумя. Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам был нанесен ракетный удар. И сразу после этого отработали вертолеты. Около 30 человек бойцов ЧВК «Вагнер» погибли. Некоторые получили ранения. Это послужило триггером того, что незамедлительно Совет командиров принял решение, что мы должны выдвигаться немедленно. Во время всего марша, который длился 24 часа, одна из колонн вышла в Ростов, другая в направлении Москвы. За сутки мы прошли 780 километров. Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам. Но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары. За это время были блокированы и обезврежены все военные объекты, которые находились по дороге. Целью похода было не допустить уничтожение ЧВК «Вагнер» и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО. Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК «Вагнер» в законной юрисдикции. «Колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря». Это был Евгений Пригожин. Впервые высказался по поводу своей роли в подавлении попытки мятежа в России Александр Лукашенко. Прежде чем привести его высказывание по этому поводу, предлагаю вам послушать фрагмент из интервью, который Лукашенко дал еще в августе 2020 года украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В нем Лукашенко рассказывал и о своем отношении к Евгению Пригожину, который тогда был больше известен как повар Путина и владелец фабрики троллей. Мне кажется, это очень любопытно. Я его так и называю Женя. Вы не представляете, у нас с ним добрейшее отношение. Добрейшее. Когда я приезжал раньше к ним, он меня встречал, он мне там лучшую бутылку вина где-то найдет, передаст, подарит. Если мне где-то какая-то поддержка надо, вот он в Шипите, Растората, хороший, разбирался в этом, я говорю, приедь в Беларусь, помоги. Он приезжал, помогал и прочее. Мне, конечно, очень печально, что вот эти вагнеровцы с ним связаны. Но с другой стороны, думаю, ну он же игрушка в чужих руках. Не он же принимает решения. Да, он это организовывает, у него бизнес, он платит им, наверное, и так далее. Знаю я, как это. Но не он это. Чуть-чуть повыше. Фрагмент интервью Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Запись сделана в августе 2020 года. И если вы помните, во вчерашнем выпуске я приводил мнение одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Латушка, который сказал, что, помогая Владимиру Путину урегулировать конфликт с Евгением Пригожиным, Лукашенко заботился прежде всего о стабильности собственного режима. А по мнению редактора российского издания «Верстка» Алексея Левченко, Лукашенко, возможно, хочет использовать ЧВК «Вагнер», так же, как эту компанию используют власти, к примеру, Центрально-Африканской республики. Это как раз те функции, которые руководимая Пригожиным ЧВК выполнять давно привыкла. Большинство аналитиков в тот момент, когда Лукашенко согласился принять Пригожина, назвали это таким реверансом в сторону Путина. И на самом деле предположили, что самому Лукашенко невыгодно держать из себя такую мощную вооруженную группировку, потому что он боится подобных бунтов. Лукашенко действительно боится подобных бунтов, но не со стороны Пригожина, а со стороны собственных силовиков. И когда случился мятеж Пригожина, было довольно много вбросов, что нечто подобное случится буквально скоро в Беларуси. Пригожин со своей стороны человек, который специализируется, наоборот, на охране разного рода диктаторских режимов. Мы знаем, что подобные услуги он оказывает, в частности, в Центральноафриканской республике, где его наемники, наоборот, охраняют режим местного диктаторами. Таким образом, появление Пригожина в Минске, возможно, это бизнес. Сделка, когда, наоборот, Пригожин может выполнить те же функции, которые он выполняет в ЦАР. Взамен он получит финансирование своей группировки, и взамен он сохранит боеспособность своей группировки. То есть это взаимовыгодная сделка. У Пригожина, конечно, нет никакого мотива свергать Лукашенко, он ему совершенно не нужен. Мы пока не понимаем, насколько российские власти по-прежнему могут доверять Пригожину, потому что очевидно, что для Владимира Путина это большая личная обида. С другой стороны, очевидно, что самому Пригожину есть интерес как-то продолжать свое существование, и ему нужны какие-то твердые гарантии. Это было мнение заместителя главного редактора российского издания «Верстка» Алексея Левченко. Очень мне хотелось привести к вам в оригинале сегодняшнее заявление Лукашенко на церемонии вручения генеральских погон, но его пресс-служба не торопится публиковать это заявление, так что придется процитировать самому по тексту из информационных агентств. «Я сказал, ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось, и столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев». Конец цитаты. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 27 июня. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Почти все страны-союзницы Украины назвали так называемый мятеж Пригожина внутренним делом России, показавшим в то же время внутреннюю нестабильность в стране, которая продолжает незаконную агрессию против Украины. В западной печати появлялись сообщения о том, что США не стали вводить новые санкции против ЧВК «Вагнер», чтобы их не обвинили в помощи в организации мятежа. А по информации телеканала CNN, союзники предостерегали Киев от использования хаоса внутри России для нанесения ударов. А вот что в социальных сетях написал глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Тернер. Комитет по вопросам разведки знал о том, что конфликт между Пригожиным и Путиным неизбежен. Даже судя по информации, доступной из открытых источников, было очевидно, что Пригожин на протяжении месяцев критиковал российское правительство и Путина, а Путин это допускал. Хотя заявление Пригожина о том, что НАТО не начинало войну и в Украине нет нацистов, ставили под сомнение первоначальную идею Путина. Сам факт того, что колонна отправилась в сторону Москвы, иллюстрирует основной вопрос, контролирует ли Путин свои вооруженные силы. Для любого правительства стабильность – это возможность контроля над собственными военными. Где были военные, где была авиация, чтобы не допустить этого продвижения. Это проблема, с которой Путину придется иметь дело как в международном, так и на внутреннем уровне. Произошедшее по-настоящему ударило по Путину, не только политически, в отношении его руководства России, его президентства, но и в связи с продолжением войны в Украине. Это была публикация в социальных сетях главы Комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера. А вот мнение ранее возглавлявшего Комитет по разведке Нижней Палаты Американского Конгресса демократа Адама Шифа. Он сравнил события июня этого года с событиями августа 1991 года в России. В последний раз мы видели нечто подобное в России в 1991 году. Это ускорило коллапс СССР. Мы все наблюдаем за тем, что происходит с Россией, в том числе возможный кровополитный хаос внутри российских вооруженных сил. Все это произрастает из осознанно развязанной Путиным трагической войны против Украины, усиления самых ужасных игроков в России, а также его самонадеянности. Это может оказать значительный отрицательный эффект на их военные усилия. Мнение американского конгрессмена-демократа Адама Шифа высказался по поводу так называемого мятежа ЧВК Вагнера и генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг. Главным в его заявлении было подтверждение готовности Североатлантического Союза продолжать безоговорочную поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. События выходных — это внутренние российские дела, но также очередная демонстрация того, что незаконная аннексия Крыма и война против Украины — все это было большой стратегической ошибкой Путина. Так как Россия продолжает свое нападение, важно еще больше продолжать нашу поддержку Украины. Это был генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг. Уже много месяцев я называю Евгения Пригожина в основном владельцем ЧВК Вагнер, но ведь до войны он фигурировал в публичном пространстве гораздо чаще, как повар Путин, организатор фабрики троллей или владелец группы компаний, обеспечивающих питанием средние школы. На эти компании родители детей не раз подавали в суд за воровство и несоблюдение санитарных норм. Действительно, Пригожину принадлежит немало бизнесов, чья судьба теперь под большим вопросом, а может, нам просто так кажется, и мы чего-то не знаем. Тему продолжает корреспондент телеканала «Настоящее время» Ольга Бишлей. Если посмотреть на биографию Евгения Пригожина, то может сложиться впечатление, что в путинской России все же работают социальные лифты. Я никем никогда не работал. Я последний раз работал в тюрьме на лесоповале. Все остальное занимался бизнесом. Человек, отсидевший в тюрьме 10 лет за грабежи и разбой, построил целую империю. Начинал с ресторанов и предприятий общественного питания, потом завел собственное медиа «Риафан», Федеральное агентство новостей и создал агентство интернет-исследований. Мы его также знаем, как «Фабрика троллей». Наконец, основал собственную частную военную компанию. Наемники Пригожина воевали в Сирии, в Центральной Африканской республике, в Ливии. В прошлом году его ЧВК открыла офис в Санкт-Петербурге и центры по вербовке наемников в 42 городах России. Это при том, что в России частные военные компании как бы находятся вне закона. 24 июня, пока мятежный Пригожин и его наемники стремительно продвигались к Москве, в этот самый офис в Центре Санкт-Петербурга пришли силовики, а баннеры с рекламой ЧВК «Вагнера» стали демонтировать по всей России. Что вообще осталось от империи Пригожина в России, теперь, когда сам он исчез, предположительно в Беларуси? Ну, во-первых, его Центр ЧВК продолжает работать. Во-вторых, возобновляют работу и набор людей отделения ЧВК по стране. Уже известно про Новосибирск и Тюмень. В Новосибирске даже демонтированную рекламу начали возвращать на место. И сообщает об этом государственное агентство ТАСС. Теперь фабрика троллей. Согласно расследованию Центра Досье, которое было опубликовано в марте этого года, то есть это самые свежие данные, на фабрике до последнего времени работало около 400 сотрудников. Это люди, которые пишут комментарии на сайтах СМИ, в Ютубе и соцсетях. Еще у фабрики троллей есть своя телеграм-сетка. Фабрика, по данным Центра Досье, активно сотрудничает с пропагандистами-военкорами, например, с военным обозревателем Михаилом Звенчуком. У него популярный телеграм-канал «Рыбарь». Там, кстати, мятеж Пригожина сегодня назвали устроенную минувшую субботу цирком. Досье пишет, что оценочный бюджет на фабрику в 2022 году составлял от 70 до 100 миллионов рублей в месяц без учета разных спецзадач. Это порядка миллиона долларов. Отдельно стоит вопрос, что будет происходить с бизнесами Пригожина. Он контролирует группу компаний «Конкорд». Она поставляет продукты питания в школы и детские сады, а также в Министерство обороны. В частности, на фронт. 10 июня появилась информация, что Пригожин попросил Минобороны освободить «Конкорд» и связанную с ним группу компаний от организации питания в зоне спецоперации. Но пока о прекращенных контрактах с кухней Пригожина мы не слышали. И, конечно, интересно, что будет со структурами Пригожина в Африке. Напомню, в Сирии, Цар, Ливия, Судан – везде была заметна работа наемников ЧВК «Вагнер». В недавнем расследовании «Голоса Америки» в апреле этого года говорилось, что Пригожин и его люди успевают не только воевать в Украине, но и подогревают военный конфликт в Судане. Но люди Пригожина в Африке не только воюют, они там и природные ресурсы добывают. Согласно расследованию «Нью-Йорк Таймс», еще в прошлом году ЧВК «Вагнер» контролировала золотодобычу в том же Судане. Благодаря этим деньгам, согласно уже расследованию СНН, в том числе финансировалась война России против Украины. Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Ольги Бешлей. Вы слушаете «Время свободы». Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили через социальные сети обратился к народам Северного Кавказа с призывом возродить идеалы имама Шамиля и Джохара Дудаева ради освобождения северокавказских народов. Саакашвили напомнил о своих заслугах перед Северным Кавказом, в том числе о признании грузинским парламентом в 2011 году, когда он был президентом Грузии, геноцида черкесов Российской империи. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе. Саакашвили напомнил о том, что именно он стал инициатором признания геноцида черкесов в Российской империи и даже установил памятник погибшим черкесам в поселке Анаклия недалеко от Абхазии. Экс-президент, уже более года проходящий курс лечения в тбилисской клинике Вивамеди, предлагает создать Координационный совет по освобождению северного Кавказа в Киеве. Тем более, что по его утверждению, процесс распада России, как показали последние события, приобретает необратимый характер. Это была цитата. Конфликтолог Пата Закарайщвили сказал в беседе со мной, что обращение Михаила Саакашвили вряд ли приведет к последствиям на Северном Кавказе. Я не думаю, что это обращение, как-то кто-то обратит внимание на Северном Кавказе. Он делает это для кузовской публики, что он такой мощный политик, что он думает, что я к Северному Кавказу, я общий кавказский каких-то у него идей. Это, по-моему, только для своих избирателей, чтобы они увидели, что какой у них молодец. Никакой результат этого не будет. Не отрицательный и не положительный. Просто оно потеряется во всех других его заявлениях, как адрес, так и компонентных заявлений. Я ничего серьезного не жду от этого заявления. Пада, он упоминает, что в свое время многое сделал для Северного Кавказа, там открыл телевидение и так далее. А его авторитет на Северном Кавказе может быть с этим связан? Или нет никакого авторитета? Не-не, у него есть авторитет, конечно, минимальный, но есть. По крайней мере, к нему отношения отрицательного нет. Сам по себе я общаюсь с теми, которые общаются с Северным Кавказом, они обычно к нему. Вот, например, признание геноцида черкезов, это считается серьезным. И его уважают за это. Признание геноцида, это было в самом деле впечатляющих действий. Никакого движения, которые есть на Северном Кавказе, националистические и другие, которые хотят отделиться от России или дистанцироваться в большей степени, что есть в самом деле на Кавказе, точно есть на Северном Кавказе, такие люди. Я не думаю, что для этих людей, в которых Саакашвили делал заявление, что на него будут реагировать, когда пользоваться, использовать как-то его авторитет для достижения своих целей. Отметил конфликтолог. Михаил Саакашвили подписался под воззванием к народам Северного Кавказа, как, цитата, «сын Кавказа и гордый гражданин Украины». В заключении вернусь к теме катастрофы в Северной Атлантике батискафа «Титан», совершавшего погружение к останкам затонувшего в 1912 году пассажирского корабля «Титаник». Сейчас идет расследование причин катастрофы, и юристы не исключают, что компании-оператору будут предъявлены не только гражданские иски, но и уголовные обвинения. С подробностями наш корреспондент Владимир Абаринов. Внутри прочного корпуса помещались пассажиры и пилот батискафа. Это цилиндр из углепластика, к обоим концам которого были прикреплены титановые полусферы. В воскресенье было объявлено о начале расследования обстоятельств катастрофы. Работу специальной комиссии возглавил капитан береговой охраны США Джейсон Ньюбауэр. Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования близким пяти человек, погибших в этом трагическом инциденте. Как старший следователь, я был свидетелем личных переживаний, связанных с такого рода событиями. И моя основная цель – предотвратить подобные происшествия, предоставив необходимые рекомендации для повышения безопасности морских путешествий повсюду в мире. Ньюбауэр не исключил, что трагедия Титана может стать основанием и для уголовного разбирательства. В ходе расследования мы прежде всего будем работать над установлением причины этой морской аварии и пяти связанных с ней смертей. Однако комиссия несет также ответственность за правовые последствия инцидента и может давать соответствующим властям рекомендации о применении тех или иных положений, гражданского или уголовного права, если такая необходимость возникнет. Перед погружением глубоководные туристы подписали документ о том, что они в полной мере сознают риск и заранее отказываются от каких бы то ни было претензий к компании. Однако правоведы считают, что суд может признать это соглашение недействительным, если выяснится, что от пассажиров скрыли информацию, касающуюся безопасности экспедиции. Кинорежиссер Джеймс Кэмерон, не раз погружавшийся к затонувшему Титанику, в 2012 году стал третьим человеком в мире, совершившим погружение на дно Марианской впадины, котловину Челленджер, на глубину около 11 километров. Он говорит, что никогда не позволил бы себе взять пассажира в это путешествие. Моя субмарина, на которой я отправился в котловину Челленджер, благополучно нырнула в три раза глубже, чем глубина, на которой лежит Титаник. Мы совершили многократные погружения в этом аппарате. Он был одноместным. И мы работали над ним 7 лет. Мы досконально знали каждую его деталь. Я участвовал в каждом этапе тестирования. Я оценил риски. Я их очень хорошо понимал. И это были риски, на которые я был готов пойти. Я никогда не взял бы с собой кого-то еще, чтобы подвергнуть его такому же риску. В настоящий момент наиболее вероятной причиной катастрофы считается имплозия, то есть взрыв, направленный внутрь. Корпус батискафа расплющило толщи воды. Как считает Джеймс Кэмерон, материал, из которого он был изготовлен, не выдержал давления. Это совершенно неподходящий материал для аппарата, испытывающего внешнее давление. Композиты из углеродного волокна очень и очень успешно используются, когда имеет место внутреннее давление, например, в баллонах акваланга. Они в 2-3 раза эффективнее, чем сталь или алюминий. Но когда вы имеете дело с внешним давлением, все преимущества композитных материалов исчезают и превращаются в недостатки. Рынок глубоководного туризма в последнее время бурно развивается. Сейчас в мире насчитывается больше 600 компаний, предлагающих опуститься на дно морское. Эксперты не ожидают, что катастрофа Титана негативно скажется на этом бизнесе. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, к Вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube Радио Свобода Live. Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода.